И в скорое время должен подойти наш охотник И вот поставщик свежей дичи Залог хорошего блюда, свежая птица Лучше всего это будет крикаж Будем сегодня готовить изыски Как Вовочка скажет Пап, ты что готовил? Изыски на охоте? Изыски Для нашего блюда мы будем использовать исключительно утиной грудки Все остальное пустим на шулюм Дичь не должна пропадать А для блюда будут использоваться исключительно утиной грудки Сегодня мы приготовим с вами Утиные грудки в земляничном соусе Даже на вылазках необходимо хорошо питаться Мы приготовили все необходимые ингредиенты Грудка должна быть приготовлена Середина не должна быть прожарена Она должна быть слегка розоватой Тогда грудка считается правильно приготовленной Делаем необходимым образом по коже разрезы Вот видите, до мяса Мясо не надо разрезать, просто разрезать кожу Это делается для того, чтобы у нас жир, который будет образовываться в коже Он вытекал и мясо внутри прожарим На сковородке обжариваем мелко нарезанный чеснок Пока чеснок обжаривается, мы туда помещаем помидорку Это томатная паста Неплохая томатная паста, она имеет минимальный, скажем так, посторонний привкус Уксуса в ней практически нет, поэтому она достаточно нейтральная Сейчас мы вот обжариваем чеснок вместе с нашей томатной пастой Нам надо добавить в наш соус красное вино Его добавляется в достаточно хорошем объеме, порядка вот здесь 250 грамм Для того, чтобы оно чуть-чуть покипело вместе с нашей уже приготовленной обжаренным чесночком с томатной пастой И оттуда выветрился алкоголь Мы взяли смесь, уже сушеный базилик и пряную зелень И смесь перцев, придание аромата нашему соусу Ну и перчика по вкусу И вот теперь пришел самый интересный момент Мы должны добавить к нашему соусу Мы должны добавить малиновый джем Или в данном случае мы используем земляничный Домашний Да, домашний Приготовленный супругой Димы И последний ингредиент это сливочное масло Сливочное масло не надо добавлять в тот момент, пока наш соус стоит на огне Потому что иначе все ингредиенты будут просто жариться на сливочном масле Сливочное масло надо добавить в самом конце, уже убрав с огня соус Дать ему просто расплавиться в нашем соусе Это придаст определенную пикантность и шелковистый, бархатистый вкус Свойственный настоящему хорошему сливочному маслу Теперь нам предстоит приготовить нашу утиную грудку Она солится, мы ее перчим Добавляем туда базилик или шафран В небольшом количестве Утиная грудка, еще раз напоминаю, должна быть в центре слегка сыровата Медиум вэлл Медиум вэлл самый максимум Корочка должна быть поджаристая Вот примерно такого вот типа После того, как соус у нас уже получен и будет готова грудка Этот соус теплый, широкой ложкой наливается на тарелку Так, чтобы ширина этого соуса была чуть больше, чем ширина самой грудки И уже сверху соуса кладется грудка Грудку саму поливать не стоит соусом, а поливать надо именно тарелку Слегка розоватая Медиум вэл Она получилась даже не медиум, а медиум вэл Слегка розоватая Специально чуть-чуть разрезаю, чтобы было видно Чтобы была видна величина прожарки И теперь сюда надо положить, украсить гарниром На этот раз будут это жареные на гриле овощи И окончание наших трудов праведных Это готовое блюдо Утиная грудка в земляничном соусе С жаренными на фритюре овощами Смотрите канал Дмитрия Курочкина